Право без образования – мертвая буква. С образованием необходимый закон следует без усилий и, конечно, силой исполнить себя. Действительно, он, кажется, выполняет сам себя. Несправедливые нападки на общественных деятелей приносят им больше пользы, чем незаслуженная похвала. Много лет назад я пришел к выводу, что несколько власениц являются частью ментального гардероба каждого мужчины. Президент отличается от других мужчин тем, что у него более обширный гардероб. Мир ищет не слуг, их много, а хозяев, людей, которые формулируют свои цели, а затем осуществляют их, пусть последствия будут какими угодно. Женщина должна будоражить мужчину, создавать ему интересное времяпрепровождение, украшать жизнь. Но ей нужно обязательно делать свою жизнь, отдельную от семейной, заниматься собственной карьерой. У нее должно быть что-то свое, иначе мужчине с ней скучно. Первое впечатление самое честное. У меня лично всегда так, это потом совпадает с результатом вскрытия. Люди ведь склонны казаться не тем, что они есть. Те, кто хочет произвести хорошее впечатление, всегда держатся каких-то рамок, улыбочек, пока ты им нужен. Я опасаюсь людей, которые хотят казаться хорошими и добропорядочными. Такие все правильные. Вот от них самое большое зло и исходит. А люди, которые сразу тебе показывают, что они с характером, от них сплошные сюрпризы со знаком плюс. Люди очень склонны к деградации. Поэтому себя нужно все время тренировать и держать в тонусе. Любовь – это большие-большие раны. Это не мясо, но что-то очень кровавое. Я хочу подарить людям вкус Карибского моря и показать им свою веселую сторону. Если ты не будешь жить своей жизнью, то кто будет? Когда я выиграла первую Грэмми, другого чувства, подобного этому чувству, не было. Это просто заставило меня почувствовать, что я зашла так далеко, как будто это было всего лишь сном за несколько лет до этого, а затем это произошло прямо сейчас. Мои музыкальные вкусы и имидж изменятся естественным образом. Это непринудительно. Я делаю то, что кажется мне естественным. Иногда мне нравится быть темной, а иногда мне нравится быть очень легкой и женственной. Любовь в браке сохраняется до тех пор, пока муж и жена продолжают интересоваться мыслями друг друга. Истина, даже непонятая тобой, не перестает быть истиной. Если твое счастье зависит от того, как поступают другие, то, пожалуй, у тебя действительно есть проблемы. Стены не защищают, они изолируют. До свадьбы девушка занимается любовью с мужчиной, чтобы его удержать. После она его удерживает, чтобы заняться с ним любовью. Заняв второе место на Олимпийских играх, вы получаете серебро. Заняв второе место в политике, вы получите забвение. Если человек хочет быть лидером и не вызывает споров, это означает, что он никогда ни за что не выступал. Я отвергаю циничное мнение о том, что политика – это грязное дело. Не думай, что ты можешь быть совершенством, это невозможно. Если человек должен быть одинок, пусть он действительно будет одинок и не насилует своих инстинктов и чувств фальшивой близостью. Подари мне еще несколько минут этого прекрасного дня. Он никогда не будет таким завтра, даже если это завтра будет еще прекраснее. К женщинам нельзя относиться, как к мужчинам. Они никогда не могут спокойно признать разницу взглядов и иногда прибегают к не вполне честным уловкам. А ведь неудача – составное движение к успеху. Люди, которые избегают неудачи, также избегают и успеха. Дети бывают двух типов. Одни из них добиваются успеха, следуя по проторенному пути, другим этот путь ненавистен, и они чувствуют, что должны проложить собственную дорогу. Оба этих ребенка живут в каждом из нас. Есть люди, которые заставляют вещи происходить. Есть такие, кто наблюдает, что происходит. И есть те, кто спрашивает, что произошло. Мы разучились не спешить. Время залечивает всякую рану, и хотя остается рубец, первоначальной боли уже не чувствуешь. Ничто на свете, даже сама жизнь, не стоит того, чтобы ее оберегать и украшать почестями, ценой малейшего ущерба для своего достоинства. Свет еще не видел двух таких дураков, которые по нелепости своей, не поняв друг друга, были бы так несчастны. Хорошенькая, даже в обмороке. Сильный человек не тот, который может себе многое позволить, а тот, который может от многого отказаться. Хорошо действующая тирания встречается так же редко, как эффективная демократия. Высочайшая честь, о которой мужчина может только мечтать, это возможность заслонить своим телом любимый дом от того опустошения, которое приносит война. Грех причинять людям боль без необходимости. Все прочие грехи являются надуманной чушью. Причинять же боль самому себе не грех, а глупость. Помни, счастливым людям доводилось пережить не меньше невзгод, чем людям несчастным. Но в отличие от последних, они достаточно мудры, чтобы использовать свои воспоминания с пользой для собственной жизни. Все ошибки в мире уже когда-то кем-то были совершены. Все ошибки, которые ты только допустишь в своей жизни, были уже сделаны теми, кто жил до тебя. Лучшее, что может сделать для себя человек, это регулярно покидать зону привычного. Каждый может коренным образом изменить свою жизнь, изменив направление своего движения. Но если ты даже не знаешь, куда направляешься, как ты поймешь, что ты туда уже добрался. Цель жизни – это жить с целью. Когда воля безмолвствует, поднимает голос инстинкт. Когда отсутствует душа, свои права заявляет тело. Большая душа никогда не бывает одинокой. Как бы судьба ни отнимала у нее друзей, она всегда сама их себе создает. Жизнь нельзя прожить, не делая ошибок. Ведь ошибаться – значит познавать. А познавать необходимо. Жалость к палачам становится жестокостью по отношению к жертвам. Жизнь – это одна великая, сладкая песня, так что начинайте музыку. Республиканцы считают, что каждый день – это 4 июля, а демократы считают, что каждый день – это 15 апреля. Статус-кво, знаете ли, в переводе с латыни означает беспорядок, в котором мы находимся. Прежде всего, мы должны осознать, что ни один арсенал, ни одно оружие в арсеналах мира не является столь грозным, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это оружие, которого нет у наших противников в сегодняшнем мире. Я должен признать, что до недавнего времени я несколько настороженно относился к дебатам о глобальном потеплении. Я считаю, что теперь наша обязанность взять на себя инициативу в этом вопросе. Я чувствую, что люди, которым я доверял, не знаю кому, на каком уровне, подвели меня, и я думаю, что они вели себя безобразно, и им за это расплачиваться. И я думаю, если честно, что я лучший человек, чтобы довести это до конца. Хорошо это или плохо, но наша компания, The News Corporation Limited, является отражением моего мышления, моего характера, моих ценностей. Выборы — это когда нужно сделать выбор. Совершенство нечасто достижимо.